В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Готовы ли школьные автобусы к зимнему сезону? Проверили сотрудники автоинспекции. Детский школьный автобус, он передвигается только по своему маршруту, не может не отклоняться. Ребенок-инструкция по применению. Под таким названием прошла лекция в Центральной Винновской библиотеке. Хотелось бы в неформальной обстановке рассказать о том, что можно делать с ребенком, в какой возраст это нужно делать. Школьный звонок из прошлого в сквере «Юность» на улице Заводской начала свою работу выставка «Школьная пора». Мы хотели создать общий портрет школ района. Сотрудники госавтоинспекции Ленинского городского округа проверили готовность школьных автобусов к зимнему сезону, оценили техническое состояние транспортных средств и вынесли свое резюме. К инспекции присоединилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Сотни детей ежедневно пользуются муниципальными школьными автобусами. Их в Ленинском городском округе три. Два возят ребят в Молоковскую школу, один в Калиновскую. За техническим состоянием транспортных средств тщательно следят. А перед зимним сезоном их осматривают сотрудники госавтоинспекции. В частности, проверку наличия зимних шин. Потому что в зимний период, декабрь, январь, февраль, должны быть автомашины укомплектованы зимние шины обязательно. Ну, также в них рулевое управление, тормозную систему, внешнефтовые приборы, тахографы, голоназы. Школьные автобусы имеют ряд особенностей. От обычного общественного транспорта они отличаются ярко-желтой расцветкой для привлечения внимания других водителей и наличием на крыше оранжевого маяка. В салоне у таких автобусов обязательно установлены полки для личных вещей учеников. Детский школьный автобус, он передвигается только по своему маршруту, не может ни отклоняться, ни изменить маршрут. Он тоже не может, даже если пробка там какая-то, как некоторые водители там по Яндекс.Инегатору. Вот. И все они должны быть оборудованы ремнями безопасности, потому что дети обязательно должны быть пристегнуты при поездке. В каждом ряду сидений находится кнопка связи с водителем. На тот случай, если в салоне у детей что-то произошло, и об этом им надо сообщить взрослому. Ведь передвигаться по автобусу во время движения запрещено. Все школьные транспортные средства в Ленинском городском округе относительно новые, поэтому замечаний выявлено не было. У нас техобслуживание КАЖ-6 тысяч по регламенту. Это очень часто. И у нас не может ничего сломаться. Шины в автобусах уже поменяли. Установили зимнюю резину, огнетушители и аптечки в наличии. Сотрудники госавтоинспекции резюмировали. Транспортные средства готовы к сезону холодов. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ирина Кошлева. Видно.ТВ. В условиях пандемии многие волонтеры помогают врачам и пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию. Однако в это непростое время продолжают свою работу и другие добровольцы. Наша съемочная группа встретилась с волонтером фонда помощи детям и взрослым с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Искорки добра». Помогать друг другу не подвиг, а норма жизни. Так считает жительница Видного Мила Медякова. С фондом «Искорки добра» она познакомилась давно, тогда и поняла. Здесь она сможет воплотить мечту и помочь детям. Увидела, набираются там, нам нужны волонтеры. Я позвонила нашей Ольге и, пожалуйста, меня взяли. Конечно, я очень волновалась, но уже сейчас так, как рыба в воде ориентируюсь. Волонтером фонда Мила стала полтора года назад. Сегодня она занимается поиском людей и организаций, которые готовы помочь в сборе средств для ребят с онкологическими и гематологическими заболеваниями или в распространении информации о подопечных фондах. В сообществах прошу, расклейте какой-то идет, например, сбор. Сейчас мы Артему Алгазиеву собираем деньги. И вот, например, я рассказываю, как он заболел, что с ним происходит. Обратите внимание на фонд. Расширяем свой, чтобы нам люди добавлялись тоже. Вы сами понимаете, сейчас такое время, один лайк может спасти жизнь. Для моральной поддержки детей, которые проходят тяжелое лечение, волонтеры фонда собирают коробки храбрости. Это дети. И они любят, что они любят? Игрушки. Они любят радоваться, улыбаться. И мы стараемся их как-то немножечко отвлечь. И вот эта коробка храбрости, туда мы собираем разные игрушки, привозим и дарим. Жизнь Милы очень насыщена. Вне фонда она стилист и певица. Однако духом волонтерства пропитана вся ее жизнь. Все собранные с концертов деньги девушка передает в искорки добра. Я на выступлении дала себе слово, что когда я выхожу, я сразу сначала говорю о том, кто я, рассказываю, что я делаю. То есть мой лозунг личный – помогать легко. Говорю, давайте будем помогать, и только потом я пою. Сегодня основная команда фонда состоит из шести человек. И каждый уверен, есть много способов принести пользу. И помочь может каждый. Нужно лишь постараться. Любой человек, любая ваша помощь нам нужна. Любая профессия, чем он должен обладать – добротой, искренностью, добротой, желанием помочь. Ну и, конечно же, надо трудиться. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Как и когда следует заниматься развитием ребенка? Самостоятельно или в детском центре? Что скрывают от родителей маркетологи? Об этом и многом другом говорилось на прошедшей в Центральной Видновской библиотеке лекции под названием «Ребенок. Инструкция по применению». Узнала много нового и наш корреспондент Екатерина Борисова. «Ребенок. Инструкция по применению» – так назвали свою лекцию, которая прошла в Центральной Видновской библиотеке и ее организаторы – члены бизнес-сообщества «Города Видная про бизнес». В первую очередь она была направлена на предпринимателей, которые совмещают работу с воспитанием детей. Очень важно сохранить баланс не только в бизнесе, а в семье. И когда в семье у предпринимателей все гладко, скажем так, то тогда и дело спорится. Мы так считаем. Поэтому мы помогаем нашим предпринимателям еще и с психологической точки зрения. Хотелось бы в неформальной обстановке рассказать о том, что можно делать с ребенком, в какой возраст это нужно делать, для чего существуют различные специалисты, которые готовы помогать детям и их родителям. Тем для обсуждения подготовили много, как и когда следует заниматься развитием ребенка – самостоятельно или в детском центре. Что скрывают от родителей маркетологи? Два-три года ребенок не хочет убирать игрушки. Как помочь и как научить? И нужно ли это делать? Дошкольный возраст? Как готовить ребенка к школе? Когда начинать? Как это сделать и в то же время не навредить? Обсудили и то, как совмещать бизнес и воспитание детей, уделяя достаточно внимания и тому, и другому. Какие-то ошибки, может быть, я совершила, занимаясь собственным делом. Возможно, что-то упустила. Может быть, где-то мне нужно что-то подтянуть. Или наоборот, расслабиться. Все у меня хорошо. То есть вот такие вопросы, которые задает себе каждая мама, они для меня сейчас актуальны. Я бы хотела услышать на них ответы. Присутствующие на встрече могли задать и свои вопросы. К примеру, предпринимателя и маму двоих детей Ольгу Романову интересовало, почему ее младший ребенок не хочет ходить на развивающие занятия. Мы, собственно говоря, не заставляем по опыту уже первого ребенка. Но хотелось бы понять, нормально ли это, что он не проявляет интерес в принципе никаким групповым занятиям. Все гости лекции получили на свои вопросы исчерпывающие ответы, а организаторы пообещали проводить такие встречи чаще. К слову, вход на них совершенно бесплатный. Чтобы не пропустить следующие интересные мероприятия, следите за анонсами на официальном сайте Центральной библиотеки и в социальных сетях. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, Видное ТВ. В сквере «Юность» на Заводской улице начала свою работу выставка «Школьная пора». На ней представлены фотографии учащихся образовательных учреждений Ленинского района 50-60-х годов прошлого века. На открытии экспозиции побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Пандемия диктует свои правила. Выставочные залы закрыты для посещения. Но для тех, кто не желает расставаться с искусством даже в этот непростой период, сотрудники историко-культурного центра подготовили экспозицию «Школьная пора» под открытым небом. Эта выставка не приурочена никаким праздникам, никаким датам. Просто мы подумали, что сейчас такое тяжелое время, сложная эпидемиологическая ситуация. И мы поняли, насколько важен коллектив, насколько важно общество. А где самый лучший коллектив вообще, где они зарождаются? Это в школах. В сквере «Юность» представлено 48 фотографий из личных архивов видновчан. Снимки переносят посетителей в историю образовательных учреждений нашего муниципалитета 50-60-х годов. Мы хотели создать общий портрет школ района. И, в общем-то, мы на этом остановились. Какие-то событийные снимки. Каких-то учителей обязательно показать. Потому что учителя 60-50-х годов – это были уникальные люди. Создатели выставки уделили особое внимание учителям. Александр Полищук преподавал во второй школе физику и астрономию. А параллельно с педагогической деятельностью писал фантастические повести. Его произведения были переведены на 13 языков мира. Он настолько преподавал физику и астрономию, интересно, что выпускники его классов стали многие академиками, физиками, математиками, конструкторами. И, вы знаете, до сих пор встречается. У нас есть общая фотография, как раз представлена, где они встречаются в историко-культурном центре. Выставка предназначена для посетителей разных поколений. Молодым людям она поможет представить, как проходили детство и юность их родителей, бабушек и дедушек. Взрослым напомнит о прошлом. Так получилось с видновчанином Владимиром Кузнецовым. На одной из фотографий он узнал себя первоклассника. Это моя первая учительница, Лизетта Ивановна. А я вот стою у доски, так сказать, считаю по букварю. Стоит отметить, что под каждой фотографией есть небольшой рассказ, повествующий о событиях, запечатленных на ней. Здесь можно узнать и интересную историю первых видновских школ. Например, почему учебное заведение, построенное раньше, получило второй номер, а позже первый. Вторая получила номер 22, а первая, соответственно, номер 21. И когда они стали присоединяться к Ленинскому району, в 65-м году город Видное стал центром нашего района, и восстановлен был Ленинский район, соответственно, двоечки отбросили, и получилась та, которая 22, 2, а та, которая 21, 1, так и осталась 65-го года. Фотовыставка «Школьная пора» продлится до декабря. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова